Добрый вечер, коллеги. Мы начали нашу послематчиковую пресс-конференцию. Я вас попрошу отключить мобильный телефон, чтобы они нам не мешали. На пресс-конференции присутствуют главные тренеры, встречавшихся сегодня команд. Петрис Скудро, справа от меня главный тренер Торпедо, и Герман Титов, главный тренер хоккейного клуба Спартак. Матч получился очень тяжелый для нас. Мы довольно-таки слабо начали. В принципе, говорили, что будет очень сложный матч, что Спартак играет агрессивно, мощно. Немножко мы еще были в такой легкой состоянии после Питера. Получили удаление, потеряли Володю Гаузина на начале игры основного, скажем так, ну одного из основных центральных нападающих. И, конечно, гол за две секунды до конца, когда у нас опытный игрок привозит, это тяжело подбивает. Но радует то, что ребята пока у нас хорошо реагируют на такие вещи. Это они молодцы, спасибо им за это, за характер. Но хотелось бы сегодня немножко, наверное, видеть немножко другой хоккей. Но игра сложилась, как она сложилась. Мы смогли перестроиться. Ребята собрались, провели очень хороший второй период, но и в третьем мы постарались уже сыграть более грамотно. Все-таки сил много потратили. У нас еще одна игра на выезде. Хорошо, что уверенно довели матч до победы. Спасибо. Хочу поздравить Торпеду с победой. Спасибо. По игре скажу, вот такую игру, которую первый период мы показали, я хочу видеть от команды все 60 минут. Но пока это не удается держать. Второй период это для нас, я не знаю, какой-то бич. Ошибки сами привозят все голы в пустом месте. Я всегда говорю, чтобы соперник, если забивать соперника, чтобы он показывал мастерство, а не просто так, что мы привозили голы. Первый, второй гол это просто безобразие наших защитников. Ну, знаете, мы собрались не так давно, поэтому еще работы очень много. Но где-то будем двигаться, постепенно двигаться вперед. Вот так уже период, все хорошо отыграли целый-цельный период. Вот, ну, этого недостаточно для победы. Ну, и, конечно, защита очень какой-то пожар у нас. Не держим удар еще пока, потому что один гол пропустили, привезли гол сами себе. Коленки задрожали, что-то испугались. Ну, такого вроде и на турнирах вылезали. А сейчас что-то ребята уверены, сколько я отпитерилась. Видно, вот эти поражения, два переда, эти поражения, видно, сказалось психологически. Ребята в каком-то состоянии. Вроде по движению нет вопросов к ребятам. А вот где-то уверенность-то, где-то потерялся. Спасибо. Коллеги, у кого есть вопросы, задавайте. Да, Кирилл. Кирилл Макшенов, «Спортс.ру», «Петрис». Сегодня Даниил Ильин за 9 минут наиграл лучшего матча. Вы не планируете давать ему больше времени? Сколько? Я не знаю. Мне тяжело ответить, кого я должен убрать. У нас хороший центральный Галузин, Сема, Леха Потапов. Он играет настолько пока, скажем так, у него помимо голов, да, там, вы смотрите, он лучший, да, там. Помимо вот этого у него есть еще очень много над чем работать. Видите, его игра не так, скажем так, солидно. Да, он молодец, что он работает, он держится, он старается, но он пока еще далек от того, чтобы быть таким уверенным игроком КХР. Антон, ва два два раза. Денис Михайлович, все-таки получается так на данный момент, что пропуская гол, фартак, какой-то ступор попадает, да? Именно ведя в счете и пропуская, я не говорю, что пропуская первого. Потому что получается странно. В один момент все меняется. Меняется именно после пропущенной шайны. Это из головы идет? Вы скажете, что это движение довольно. Это в голове сидит? Ну, получается, что это психологическая неуверенность. Получается, потому что, если бы, я так понял, если команда мастерство проявила, соперник и забил гол, а мы привозим эти два гола, которые вот с Минска мы играли, Чичу забил, это безобразная смена была. И сегодня шайба была у нашего защитника на руке, он просто ее должен был бросить в зону соперника и идти на смену, а он этого не сделал, и пошла контратака, из-за чего забили гол. Поэтому я считаю, что это идет от головы у ребят, потому что движением, я еще раз повторюсь, движением я доволен сегодняшним. Еще один вопрос. Лучший игрок на пресс-зонке, ну, в последних турнирах в Лечнике сегодня, ну, не сегодня, а в прошлом ночи не очень хорошо смотрят. Сегодня, по-моему, даже удар, я не брали, ну, в принципе, там меньше времени, да, по-моему. Ну, я его посадил, потому что Слава Винна думал, что он пресс-зонку здорово отыграл, и все, на этом сезон закончился, поэтому я ему послал месяч, что если у нас нет каких-то привидимых игроков, если ты выполняешь задание, выполняешь, я от него требую другой отдачи, которую я видел его отдачу на пресс-зонке, а сейчас я не вижу этого. Да, еще позвольте, третий вопрос. Понятно, что рано еще говорить, но в сторону фан-клуба некоторые игроки уже могут посмотреть, в том плане, что, если так продолжится, могут отправиться туда, и, естественно, в ответ в обратном направлении тоже кто-то может поставить. Или пока рано говорить, ты понимаешь, что это четыре игры, то есть? Нет, уже месяч я ребятам послал после игры, поэтому они пусть задумаются, завтра у нас выходной, пусть завтра собирается, и здесь уже может кто-то не собраться. Спасибо. Дмитрий, пожалуйста. Дмитрий Калыш, сегодня Тружков был эдером на трибуне, можно с вратарем прояснить ситуацию? Ну вот сейчас, потому что по белорусам у нас еще неизвестность, поэтому у нас Коробов один из лучших защитников, и сегодня это доказал лучший защитник, поэтому у нас был один личный регионер, а мы сегодня планировали Банникова, в любом случае ставить ворота, поэтому играть, поэтому мы решили, чтобы место освободить, регионерское место, поставили Коробов. Но это тоже месседж какой-нибудь, я говорю? Нет, я как сказал, потому что мы не планировали его сегодня так и так заявки, поэтому, чтобы не занимало место вот это, мы женку поставили, в принципе, колы, которые он пропустил, из-за защиты, виновата вся команда, вся пятерка, которая находилась на площадке. Поэтому здесь месяч, месяч сейчас можно посылать всем, но ребята должны сами понимать, что с такой обороной, опять, кого пропускать мы не можем, выиграть в матче. Да, пожалуйста. Герман Михайлович, вы виновите, вот с большинством, что у вас, потому что вы планировали, как бригада наигрывается, сейчас выходит, может, позднее, так? Нет, наигрываю мы, бригада наигрываю, мы сегодня выходили в бригаду, в первом периоде, в первом периоде были неплохие две возможности, там, тройка Васильева из Дала и Велман, но не идет пока голы, не идут, очень трудно нам даются голы, очень академично мы играем, очень хотим красиво забить голы, такого, чтобы рабочего было, мы как бы не бояться, каждый боится бросить, взять эту игру на себя, поэтому здесь вот над этим надо работать. В общем, будут ворваться. Герман Михайлович, понятно, что от всех игроков ждете и хорошей игры, результаты, но все-таки есть некоторые жиры, от которых, наверное, спрос побольше, чуть-чуть, хотя бы по прошлому сезону. Сергей Шмелев, что как бы с ним, у него пока не получается? Знаете, вот сегодня, я думаю, вот эта лучшая игра его сегодня была, вот за четыре игры, которые он отыграл, лучшая игра, но я думаю, придет он с себя, я думаю, у него очень большой, я скажу, большинство ребят, которые сейчас играют, четыре игры отыграли, не играют в свою полную силу. Я знаю, что они должны играть лучше и будут играть лучше. Спасибо. Коллеги, всем спасибо. Спасибо.